Микс Ньюс Да, добрый день или добрый вечер, уважаемые радиослушатели, экономист Евгений Зайцев, у нас в студии, и это один из таких сигналов к тому, что мы будем обсуждать бюджет страны и поговорим в частности, я думаю, что это волнует большинство наших радиослушателей, о том, что ждать здравоохранения, естественно, в свете финансирования, поскольку мы знаем, что медики не дождались вот этой прибавки 20% обещанной, ну и вокруг этого начались разные телодвижения, сейчас обо всем, об этом мы поговорим, добрый вечер Добрый вечер Вот, может быть, начнем с такого вопроса, в первом чтении принят бюджет, вот здесь такая, не знаю, там, идет полемика, понятно, что оппозиция, ее задача критиковать бюджет, и вот такая идет полемика, оппозиция говорит о том, что, ну как же, господин премьер-министр, вы заявляли на каждом шагу, что это исторически самый большой бюджет, ну, с точки зрения планируемых доходов, а выясняется, что там учителям не хватило в обещанном объеме, не хватило медикам, там еще не хватило кому-то, что же происходит на самом деле, у нас что, кризис, ну и премьер говорит, что вы знаете, нет, не кризис пока, ну, пять партий, у каждого свои там пожелания, и так далее, и так далее, и так далее, на ваш взгляд, что на самом деле происходит, действительно ли не хватает денег, несмотря на то, что запланированные вот доходы больше, чем предыдущие годы, в чем причина вообще, в чем проблема? В этом случае мне нравится высказывание господина Каренща, которое недавно критиковали, но он сказал так, деньги есть, но давать некому. Парадокс, казалось бы, да? Да, и сказали, как так, а действительно он прав, давать деньги некому. Вот я сегодня очень хочу больше говорить о медицине, о том, что у нас происходит в стране с медициной. Лично мое мнение, у нас каждый год происходит игра в отношении медицины, именно медицины, я не хочу трогать учителей, а именно медицины. У нас происходит игра в сказку про голого короля, когда медики шантажируют государство. Рассказом о том, что у них маленькая зарплата, что им нужно поднять зарплату. Это сказка именно про голого короля, потому что большинство все-таки понимает, что это обман. В чистом виде шантаж, обман, причем не самих медиков, а их представителей в лице Арсу Ассоциаций и так далее, те, которые объявляют все эти мероприятия протеста, они шантажируют население, шантажируют государство. Почему? И почему это происходит? Ну, это выгодно политикам, потому что у каждого политика есть задача пройти на следующий срок. То есть нужно подобрать электорату, рассказать, как мы боремся за народ, что вот мы боремся за медиков. Дальше это выгодно медикам, они постоянно пытаются выкрутить руки, но мало кто замечает, что руки-то выкручивают. Не медики в целом, а только определенная категория тех, кто жалуется, что мало получает. Ну и третья часть – само население. Население у нас тоже разное. Старшее поколение молчит и поддерживает, потому что боится лишиться возможности получить те услуги, которые есть медицинские, потому что если медики еще, как говорят, уедут и не будет медиков, и вообще неизвестно, кто будет обслуживать, поэтому лучше дайте им деньги. Это старшее поколение, младшее поколение вообще этим не озабочено. А среднее поколение, которым продлили пенсионный возраст, оно борется за выживание, чтобы была работа, чтобы можно было выжить и так далее. Но медики могут сказать, что все равно у них заработная плата более чем скромная. Ну это неправда. Я не имею в виду, может быть, тех, кто в частной медицине работал. Нет. Вот здесь вот идет, почему я говорю шантаж и обман. Потому что медицина сегодня у нас, во-первых, по моим прикидкам, статистики нет официальной, но сумма, которую мы в населении платим за медицинские услуги латвийской медицинской отрасли, наверное, приближается к 50%. То есть 50% оплачивает государство, а 50% оплачивает население. Я не знаю точно, но мне кажется, цифры уже выравниваются. То есть 50-50. Дальше государство три года назад, в 2018 году, начало сдирать с нас, работающих, дополнительно 1% социального платежа именно на медицину и обещали нам страховую медицину, которая будет гарантировать доступ к медицинским услугам по государственным расценкам. То есть только за пациентский взнос. Этого не произошло, денежки капают. Ну вот, допустим, если подвести итоги, за 2018 год таким образом собрали 85,5 миллионов. За этот год запланировано 97,8 миллионов собрать, и на следующий год уже 101,6 миллионов собрать. То есть эти суммы достаточно значительные, но они как бы проблемы не решают. То есть правительство не выполняет, в данном случае Министерство здоровья не выполняет свои обязательства. Страховки, которые народ уплатил, вроде бы вернули, но я еще до конца не проверяла. Это то, что мы имеем. Теперь давайте разбираться, как сама медицина выглядит. То есть медицина у нас выглядит так. Есть амбулаторное лечение, то бишь поликлиники, семейные врачи. Есть частные клиники, абсолютно частные клиники, которые тоже участвуют в государственных программах. И есть больницы. Больницы делятся на две части. Есть три огромадные больницы в Риге, университетские, так называемые, Страденя, Ауструма или Аклейника, бывший Галлиезерс, который под себя подмял кучу больниц. И детская больница. На Вене-Базгатова. На Вене-Базгатова. Да, то есть три больницы. И есть больницы, которые находятся вне Риги. Про больницы вне Риги говорить не хочется, я не знаю, как там работа происходит. Но смысл заключается в том, что все поликлиники, да, они сегодня являются частными обществами. Я вот тут лет пять не ходила в поликлинику, пришла, я была поражена тем, как перестроили, оптимизировали работу. И сегодня никаких проблем нет. Ты подходишь к регистратуре, тебе нужен такой-то врач. Да, пожалуйста. Хотите сегодня, это будет платно. Хотите, допустим, завтра, послезавтра, пожалуйста, будет бесплатно. Семейный врач назначил. Да, пожалуйста. То есть все четко. То есть в этом плане есть улучшения. Абсолютно четко. Хочешь, по телефону позвонил, хочешь, пришел, хочешь, электронно заказал посещение врача. То есть все абсолютно доступно. И цены, скажем, не драконовские. То есть то, что по квотам государственным есть, то, что не хватает, пожалуйста, платно. Заплати. Заплатила. На этом этапе вроде все в порядке. Да, здесь нормально, то здесь государство платит. Другой вопрос, сколько они платят за эти манипуляции. И здесь главная проблема – количество квот посещения специалистов. Потому что здесь, судя по всему, не совсем соблюдается необходимая система планирования. Потому что есть люди, которые имеют хронические заболевания. И специалисты должны посещать регулярно. Раз, два, три месяца. И они эти квоты выбирают таким образом. Но появляются новые больные, которые никак в эту квоту влезть не могут, потому что они еще не хроники. Но что все квоты выбираются хроническими больными. Поэтому, когда вот это Национальная служба здоровья, которая занимается распределением денег и планированием, она должна посчитать хроников, то есть хронических больных. У них есть обязательное посещение врачей, потому что там дальше описываются лекарства, часть компенсируем, какие-то процедуры и все прочее. Все это посчитать можно, потому что есть все эти регистры. И добавить какой-то процент, 5-10%, не меньше, ну, исходя из статистики, опять-таки, для новых больных. Чтобы новый больной не должен был бы ждать долго, потому что если у тебя констатировали диагноз подозрений на что-то, ты должен сразу получить помощь специалиста. Иначе бессмысленно. Значит, ты загоняешь себя уже в следующую стадию заболевания, которая труднее лечится. Но ты должен ждать или платить дорого. Это неправильно. То есть на уровне амбуланса, в принципе, все достаточно. Потом, когда идет дело до стационара, там начинаются все проблемы. И я помню, что в одном из наших эфиров вы очень хорошо подметили, что по существу больницы, будучи акционерными обществами, это еще не факт, что все зарплаты, которые предусмотрены на медиков, они же не идут, как в советское время, целевым образом из Минздрава. Они все равно проходят через администрацию больницы. Значит, тут вот эти больницы, которые у нас сейчас подмяли под себя. Я тут тоже немножко занимаюсь здоровьем. Поимела удовольствие посмотреть. Посмотреть, как у нас организована медицина и как организовано медицинское обслуживание в городской больнице Лапотной России. В обычной городской больнице. Но, честно скажу, в обычной городской больнице Лапотной России уровень обслуживания чуть-чуть ниже, чем в специализированной клинике в Германии. Это, я подчеркиваю, городская больница Лапотная. Обычная? Да. У меня знакомые, они ездили, вынужденные операции ехать были в Германию в специализированную клинику. И вот то, что они рассказывали, я сама увидела своими глазами в городской больнице Лапотной России. В Санкт-Петербург? Да, ну вынуждены, потому что у нас эту операцию не делают. А теперь вот я тут поимела удовольствие посетить больницу, а от Лапотной России делается отделение больницы Галлезерс. Специалисты есть. Я не скажу, что нет специалистов. Специалисты есть и очень даже неплохие. Есть аппаратура. Есть возможность пройти исследование. Но фишка заключается в том, что процесс организован так бессмысленно, да, что просто хочется плеваться, и ты понимаешь, что тебя здесь не ждут, да. Ты никому не нужен. Никому не нужен и так далее. Ну все очень просто, допустим. В среду, да, я была, мне назначили исследование на пятницу. Приезжайте в полдевятого. Я приехала. Ждите, ждите, ждите ответа. В итоге на ту исследование, которое продлилось 15 минут, меня допустили, время уже было 12, после 12. А приехали полдевятого. Полдевятого, при этом я должна была приехать на голодный животок. И говорят, развертка, а мы ничего сделать не можем. Причем, простите меня, направление, это все было вручную. Хождение ножками. Ко мне подошли, вот вам пришли, мы должны идти туда. Это нонсенс. 21 век. Компьютеры. В частной поликлинике. То есть все очень просто. Там тоже поликлиника, где все диагностические кабинеты и так далее. Но просите меня, есть же электронное время. Кто сколько работает. Если мне нужно приехать, сказали, вот окошко есть на этот день? На 12.20. Вот 12.20 должно быть, хорошо, я в 12 приеду. Зачем же приезжать полдевятого? Да. И никто ничего не делает. Если бы только меня это касалось. Я там вот сидела, два дня имела удовольствие посидеть несколько часов. Ну, больных я не видела в отделении. Я видела только персонал, который мелькал туда-сюда, ходили, щебетали, о чем-то говорили. Врачей я не видела. С врачами, когда я общалась, с врачами у меня проблем не было. А вот персонал какой-то там ходил, чего-то. Как я сидела и слушала, значит, такая тетушка говорит, ты не ходи, как я с одной бумажкой. Там не носи, подожди, вот там сейчас будет вторая баночка. Две баночки понесешь на анализ. Нонсенс. Сегодня палата идет профессор со студентами. Заходит в палату. Я вам сейчас покажу пациентам. Заходит. Ой, знаете, пациентов нет, наверное, кофе пошли попить. Ну, идемте дальше. Я вам еще кое-кого покажу. Ну, естественно, потому что, что же, пациент должен все время в палате сидеть? Нет. То есть есть режим. Да? Восемь, допустим, подъем. Восемь, там, пятнадцать, восемь тридцать. У тебя берут все анализы, которые нужны на голодный желудок. Дальше какие-то исследования и так далее. Все это по времени делается. И, естественно, обход врача должен быть зафирусом в десять или в одиннадцать и так далее. Потому что не должен все время сидеть. То есть спрашивается, зачем профессор привел студентов, непредудив больных, которые не дождались его, ну и так далее. То есть главное… Вопрос организации. Что с этим делать? Да, а отсюда вопрос такой. То есть вот я насчитала в этом отделении, да, лишний персонал примерно человек десять. Если его убрать, а работу остальных организовать по часам, как это сделано у нас в поликлиниках, в частных клиниках и так далее, десять человек убрали, есть деньги. Можно увеличить зарплату. С другой стороны, зарплата врачей и медсестер, да, она определяется, есть такой веселый баспадомы. Да, через национал веселый баспадомы. Они определяют, сколько должно получать каждый специалист, как наемный работник. Да? То есть эта зарплата определяется. Вот ее пытаются и повысить. Почему они просят? Не у руководства больницы, а здесь. Но что получается? Если есть лишний персонал, ему надо платить. Надо. Надо размазывать. Налоги надо за него платить и так далее. Сегодня все очень просто. Человек получил 100 евро на руке, работодателем он стоит 200. И так далее, да. Но это чисто, сейчас уже четко. Раньше было меньше. Сейчас социальный платеж подоходный с населения, они составляют 50% от неттосумы. Поэтому… То есть детка зарабатывает 1000, предприниматель обходится в 2000. Да. Да. То есть это уже четко без проблем. Ну, там бывают нюансы, когда у человека там есть иждивенцы. Да. Но если брать простого человека, то это так. То есть таким образом получается, что главная проблема, то есть те, кто требует зарплат, если мы послушаем медиков, они требуют зарплат для врачей и медсестер больниц, в которых, причем имеется в виду больница Страденя, Ауструмслеймница, Галли Зарсетта, да, и детская больница. Жалоб на плохую организацию работы в травматологическом институте нету, в инфекционной больнице не было, в бикеринском стационаре не было, да. То есть речь идет… В онкологическом центре нет, да. А речь вот об этих крупных клинических больницах, где учат медиков. И чему можно научить нового медика, если он не видит, как должен быть организован процесс. Что процесс работы должен быть организован по часам. Примерно, как я извиняюсь, это я понимаю, что разные вещи, не хочется поверить параллель, ну, примерно, как в ЦСДД, да. Совершенно верно. Это компьютеризация, все организовано, все знают, куда, что идти и так далее. Совершенно верно. Причем это 21 век, и так это происходит во всех медицинских учреждениях Латвии, за исключением клинических больниц. То есть это нонсенс. И там же требуют деньги. То есть люди, которые плохо работают, не потому что они не специалисты, они плохо… И вот этим представителям новых молодых врачей, я бы посоветовала посмотреть, как работают в Германии. Да-то еще далеко хоть, даже в наших клиниках как работают, в поликлиниках как работают, да, четко и так далее. Попробуй поболтай. Да, вот я в Лапотной России, пока там сидел один момент, интерн по коридорчику ходил, старшая сестра подошла и так сказала, ты чего, работы что ли нету? Сейчас главврачу пожалуюсь. Ну, пошел работать. Вот так? Все. Исчез? Исчез, и все, никаких проблем. А здесь, извините, стоят и обсуждают чего-то у стойки как бы поста. Больных туда вообще, больных я вообще не видела. Ну, то есть, мягко говоря, то, что мы понимали и раньше, да, что деньги проваливаются в этих больницах. Страдания даны деньги, где этот новый корпус, непонятно сколько миллионы проваливаются. Зарплаты администрации немерены. То есть, больницы высвечивают ту главную проблему, которая есть в нашем государстве. Самая большая проблема у нас – это содержание администрации. А администрация за свое содержание просит очень много, а работает плохо. Вот я очередной раз еще раз перепровела свои цифры. Ну, вот содержание администрации в 2018 году нам стоило 42 цента с каждого евроуплаченного налога. Это по факту план на 2019 год, на текущий, 41,88 центов с каждого евро собранного налога, я подчеркиваю. Пока немножко экономия есть у правительства. Они не 41 цент, пока 40 центов забирают. И 60 остается на все остальное, на медицину, на содержание армии. То есть, это только зарплата. Зарплата плюс офисные помещения и так далее. Ну и на 2020 год запланирована экономия. 33,6 цента. Но я думаю, что расходы следующего года будут выше. Потому что, исходя из того, что видно в бюджете, мне кажется, бюджетные доходы налоговые завышены. Да. Поэтому будет очень простой. Если мы хотим решить вопрос медицины, да, то господа медикам, которые вот, представители организации медиков, которые выводят своих врачей и медперсонал в следующий четверг, к Сейму, господа, давайте-ка займитесь ревизией процессов, которые происходят, так называемый функциональный аудит. В ваших учреждениях. Внутри ваших больниц. Функциональный аудит. Посмотрите, кто чем как занят. Я, честно говоря, вот сидела в среду, я занялась записью хронометража. Чисто простая, элементарная вещь, фотография рабочего дня, хрометраж, что выполняется и как. Это необходимая процедура, которая всегда проводится в частном бизнесе, когда мы хотим понять, сколько чего можно спрашивать с работниками. То есть я готова платить профессионалу из своих налогов. Но, простите меня, я не должна терять время, ожидая услуги. Я могу прийти в поликлинику, да, бывает задержка. Но передо мной извиняться и все прочее. Но это не пару часов, это 15-20 минут полчаса. А так получается, что вы три часа прождали, по большому счету. Это совершенно нормальная ситуация. Но я так понимаю, что это проблема не только в здравоохранении, и в принципе и в образовании, если быть откровенным, там тоже есть проблемы. В образовании такая же проблема в самом министерстве и в агентурах. Численность работников там выросла, а количество управляемых субъектов сократилось. Сократилось. Сократилось, да, я как-то делала анализ. То есть такая же проблема у нас в государстве. А вот Каренч уже начал первые процедуры сокращения. Он убрал эти заседания комитетов при рассмотрении нормативных документов. С апреля месяца. Об этом никто не говорит, но это очень позитивное действие. Поставил бы задачку сократить министерство с 300-400 человек до 50, о, был бы эффект. Но пока у нас на это никто не способен. Да. Вот во второй части мы об этом еще тоже поговорим. Может, я знаю, что у вас есть очень интересные расчеты расходов на госуправление. Но вот еще такой вопрос перед тем, как мы уйдем на короткую паузу на рекламу. Хотел задать. Вот нет такого ощущения, что правительство, при том, что говорит отдельные правильные вещи, и даже делает отдельные правильные вещи, будем справедливы. Тем не менее, вот очень плохо у правящих с какими-то, не знаю, интересными идеями. А как, собственно, государство собирает зарабатывать деньги? Потому что мы все время слышим, так, вот этот бизнес нерезидентский, с ним мы покончили. С радостью сообщает нам правительство. У нас там капитальный ремонт финансового сектора, так сказать, победно завершился. Вот с этим мы разобрались. Вот тут мы закроем. С отмыванием денег мы прекратим. Здесь мы подожмем. Подожмем. А как мы будем зарабатывать? Ну, в принципе, как зарабатывать, правительство никогда у нас не думало. И они не понимают, что... Кто вообще приносит деньги в бюджет, они понимают? Да, нет. Не из тумбочки? Нет, нет, из тумбочки. То есть, это та главная проблема, которая есть. То есть, такая, какая была в предыдущие годы, ничего в этом не изменилось? Нет, конечно, нет, нет, нет. Это все осталось то же самое. И более того, об этом никто не говорит. Вот то, что я сегодня позволила себе сказать, что врачи шантажируют население, да, это, по-моему, очень сильно намалкнется. Я не знаю, что там люди, да, как они на это реагируют. Но это факт. Да, то есть, просто-напросто точно так же... Может, и медики-заложники этой системы? Понимаешь, ну, есть профессиональная гордость. Есть профессионализм. Или он вообще уже пропал. То есть, задача медика, когда он заканчивается, я не знаю, отменили клятву Гиппократа или нет, были такие слухи. Да? То есть, медик должен, для чего он пошел учиться и получать специальность? Помогать людям, спасать людей. Да? А то, что происходит в государственных больницах, это не есть спасение людей. Все, что там делается, там люди с хроническими заболеваниями попадают. Ну, я не говорю про экстериальные случаи, да, когда там сломал ногу, что-то еще и так далее. А вот это обычная больница. У человека обострилось заболевание. Он приходит, его подлечили, подлатали, он уходит. Да? Онкологический центр, ну, там толпы. Да? То есть, проблема-проблема, это рак. И опять-таки, вот уже сколько об этом говорят, зеленую линию сделали для первого обнаружения рака. А когда у человека повторно рак, он уже не попадает. И опять очереди, опять ожидания и все прочее. Хотя специалисты там есть и работают, и хотят помочь. Но вот в этой лапотной России, то, что я увидела, да, все абсолютно бесплатно. Человека гонят, делают, оказывают. Никто не задумывается, что надо сделать, так далее. Человек пришел, вот ему там разрыв сетчатки. В пятницу констатируют, в понедельник он уже в больнице. Во вторник, в среду ему делают операцию, чтобы сохранить зрение. Не смотрят, что он там пенсионер или кто-то еще. То есть, процесс там налажен. Да, и они еще при этом ворчат, что у них плохое медицинское обслуживание. Они просто не понимают, когда ты должен прийти и заплатить. И не просто заплатить, а еще и подождать, чтобы заплатить. Евгений Зайцев, у нас в студии. Привемся буквально пару минут на рекламу. Не переключайтесь. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Евгений Зайцев у нас в студии. Продолжаем работу в прямом эфире. 612-12-939, телефон прямого эфира. 612-13-939. Звоните, у нас есть и ватсап. Можете посылать, направлять свои вопросы по ватсапу. Но здесь тоже такая интересная вещь. Говоря о расходах, к примеру, на госаппарат или на государственную службу. Все, что правильно, то, что вы сказали по поводу необходимости эффективизации системы здравоохранения, это все ясно. Но, с другой стороны, могут люди сказать, они и говорят, что, знаете, мы понимаем, что на медиков денег нет, условно говоря, на учителей нет, их слишком много. А депутатов и министов меньше. Поэтому мы им повысим заработную плату, а еще обязательно с 1 января в разы повысим финансирование партий. Ну, все равно, это же, подумаешь, 5 миллионов, 4,5, все равно бы не хватило всем остальным. Вот это одна, и люди говорят, ну, мы все понимаем, ну, имейте совесть, надо как-то вообще соизмерять ситуацию. Особенно мы констатируем, с каждым годом, к сожалению, количество населения все меньше и меньше. А госуправление, я что-то не заметил, чтобы каким-то образом проходила там эффективизация. Вот, может быть, об этом поговорим и о том, сколько стоит нам госуправление. Ну, госуправление, говорю, стоит очень дорого, очень дорого, да, то есть где-то около 40 центов с каждого евро собрана налога. И я хочу обратить внимание, как Министерство финансов презентует. Оно всегда манипулирует цифрами и презентует, берет полную сумму годового бюджета и рассказывает, сколько тратится там на социальные нужды и так далее. Но при этом это делается очень некорректно, потому что у нас есть так называемый специальный бюджет, куда поступают социальные платежи. Именно эти социальные платежи обеспечивают социальную помощь людям, то есть пенсии, больничные, пособия по безработице и так далее. И когда складывается все вместе, получается искаженная картина, что у нас вот четверть бюджета уйдет на социал. Друзья, это обман. На социал у нас идет ровно столько, сколько мы заплатили социальных платежей. И вот в этом году, в этой сфере начато наступление. Начато наступление, вы знаете о том, что объявили и уже предоставили все вместе с бюджетным пакетом, сокращение сроков выплаты пособия по безработице, еще какие-то сокращения и так далее. То есть как бы из наших же денег, которые мы заплатили по социальным платежам, будут сокращения. Поэтому правильно рассматривать, сколько денег на социальные нужды тратит государство из налоговых поступлений за исключением социальных платежей. То есть социальные платежи – это социальное страхование, это особая система, которую не нужно смешивать. Но Министерство финансов всегда сознательно смешивает. Второе – то, что у нас всегда смешивают и таким образом манипулируют цифрами, завышают доходы бюджета, на миллиард с лишним завышают доходы бюджета, приписывая в доходы иностранную финансовую помощь. Арвалс финансовый палый дзиба, под который имеется в виду освоение еврофонда. Да, это составляет миллиард, по сути дела, если общая сумма бюджета этого года – миллиард, 3,5 миллиарда – это социальный бюджет, то есть осталось уже 6,5 получается. Если от нее отнять миллиард с лишним, отнять иностранную финансовую помощь еврофонды, то остается совсем немножко. И вот оставшиеся суммы, 40% уходит на содержание госаппарата, армии, полиции, судов, прокуратуры и так далее. На их содержание. При этом в это содержание не входит содержание этих недвижимости, которые у нас армия, не входит закупка вооружения и так далее. Это чисто содержание административного аппарата и солдат, вот этих контрактников, офицеров, контрактников и так далее. То есть это страшные цифры, и об этом нам нужно говорить и требовать, чтобы сократили. Но вместо этого у нас что происходит? У нас зарплата депутатов Сейма, зарплата госаппарата, она привязана к средней зарплате по больнице. То есть к средней зарплате по республике. И понятно, что каждый год эта средняя зарплата немножко увеличивается. И в первую очередь увеличивается за счет того, что она в предыдущий год увеличилась в госаппарате. И таким образом, исходя из этого, в этом году увеличили, потому что увеличилась в прошлом году. Удельный вес заработной платы госаппарата очень большой, он очень сильно влияет на среднюю зарплату по республике. И дальше продолжают увеличивать. Да, и дальше идет и так далее. Нужно вернуться к тому началу, которое было, когда в расчет заработной платы госаппарата применялась базовая нулевая ставка, вернее была начальная, а минимальная зарплата. Этого нету и скорее всего не будет. Ну а то, что партиям пообещали многократное увеличение финансирования, но это закономерно, потому что те партии, которые вошли в коалицию, эти партии за этим и шли в семь. То есть они шли к кормушке, они дошли до нее. Хотят у него задержаться, да? Да, и более того, это было главное требование, которое выдвинул новый президент. Он же тоже не просто так пришел. Если мы помним, его заявление перед выдвижением его кандидатуры было очень простое. Я готов выдвинуть свою кандидатуру, если будут гарантии избрания. Да, со стороны коалиционных партий, он прямо так и обозначил. Так и было заявлено. Ну, значит, было заключено, по сути дела, какое-то соглашение, да, и так как мы живем в условиях новой демократии, молодой демократии, то у нас это не наказуемо. В условиях старой демократии такие соглашения наказуемы. Между прочим. Да, и мы понимаем, что сейчас вот у Трампа началась очередная процедура импичмента и все прочее. Ему не закрыли еще вопрос о первом импичменте, о первом, когда он прошел, когда его обвиняли в сговоре с Россией на выборах вмешательства России, в выборах Соединенных Штатов Америки, в выборах президента. Так что вопрос очень простой. Народ все-таки должен услышать, но народ не слышит, к сожалению. К сожалению, да, и все эти заявления госканцелярии, что мы там в течение трех лет что-то на 6% сократим, в основном, я так понимаю, пустующие вот эти вот вакансии, да, но это же тоже несерьезно. Но сокращение должно быть не на 6%, сокращение должно быть в десятки раз. Вот такие масштабы должны быть? Ну, конечно. Я все время повторяю, что возьмем статистическую книжку 1939 года, где данные последней переписи населения Латвии, где количество людей, занятых в системе управления государства и самоуправления во времена Ульманиса, в совокупности, причисленное снесление больше, чем сегодня, при отсутствии средств связи, компьютеров и так далее, даже печатных машинок, было 16 тысяч человек. 16 тысяч. А сегодня у нас цифры называют 130 тысяч, 136 тысяч. Вместе с самоуправлениями? Нет, без самоуправления. Ну, это все бюджетники, по большому счету. Это нет, это министерство, это агентуры, и это еще по область касации на Тасперсо у нас, это те агентуры, которые перевели в статус СИА. То есть там, это не мои цифры. Ну, это включая больницы и все. Нет, 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 больницы – это отдельный капитал сабитра, они сюда не входят. Не учредя сюда не входят. Ну, это же ужас, в принципе, такие цифры, которые вы сейчас называете. Это как прокормить? Ну, так это та же самая система, что при наличии компьютеров, интернета и всего прочего в 21 веке мы не можем обеспечить контроль использованию времени специалиста на исследования в больнице, в поликлинике. То есть ни человек со стороны не может прийти, в поликлинику пришел, да, не может получить эту услугу исследования. Ни я, пришедшая там в дневной стационар, не могу получить, ни больной из больницы не может получить эту услугу, потому что нету компьютерного контроля. Это главная проблема у нас – отсутствие контроля. Вот вам 21 век. Давайте прием звонки. Добрый вечер. Слушаю вас, пожалуйста. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вот сегодня выступал приседатель, насколько я правильно понял, ассоциации семейных врачей. Вот говорил здесь целый час, так и не мог сказать, сколько же получает семейный врач. Насколько я понял, выделяет государство 8 евро на одного пациента, на одного семейного врача приходится 2 тысячи, ну, приблизительно полторы-2 тысячи пациентов. Значит, в общей сложности 16 тысяч евро, получается, на одного семейного врача. Как распределяются деньги, и он так и не мог рассказать. Говорит, что это очень сложный процесс. Надеюсь, вы поможете в этом разобраться. Это первый вопрос. И второй вопрос – связь министерства здравоохранения и администрации вот этих вот больниц. Ведь Винкера поддерживает их. Она говорит, а что вы хотите? Люди распределяют огромными средствами, бюджетами. И что, они должны получать мизерные зарплаты? У них ответственность огромная. И как бы они в одной связке находятся. Как вы считаете? Спасибо. Спасибо большое. Что касается семейных врачей… Я очень могу спокойно объяснить. Значит, в отношении семейных врачей им платят по определенным расчетам. Так называемые капитационные деньги. Да, им платят деньги. Но дальше каждый год им спускается сумма на зарплату, включая социальный платеж, вспомогательного персонала. То есть, сколько должна получить медсестра. А иногда у многих две медсестры, если большая семья. Иногда, то есть, на каждую и так далее. На каждый этот персонал не меньше. То есть, семейный врач должен платить им не меньше, чем установлено. А себе он платит в зависимости от того, как он хочет. Сколько у него остается денег. Потому что большинство семейных врачей, кто-то работает как зарегистрированная хозяйственная деятельность, то есть, с наемным персоналом, кто-то работает как СИЭ. То есть, зарплата самого семейного врача, как главы вот этой маленькой медицинской фирмочки, она зависит от того, сколько у него денег остается. Чем он лучше работает, чем он внимательнее с пациентом, чем у него больше пациентов, тем он больше получает. Но у него персонал больше. Как бы я это знаю не на словах, это я знаю из практики, потому что имею доступ к контролю финансов семейных врачей и так далее. То, что касается руководства больниц, действительно, это как у нас все СИЭ с госкапиталом, у нас рассказывают и в госаппарате, что мы не можем мало платить, потому что люди очень важны, потому что в частном секторе за это получают больше. Что является, по большому счету, очень большим враньем. Опять-таки, потому что в частном секторе, если это настоящий частный сектор, никто просто так зарплату не платит. Никто просто так не берет консультантов, подобников, советников и так далее. Ты должен отработать деньги, принести добавленный стоимость. Да, совершенно верно. Поэтому открытым текстом можем сказать, что это болезнь рыбы к нее с головы. То есть, это вся болезнь, это у нас голый король. То есть, мы должны сказать, что система созданная, система управления, созданная в этой республике, она не обеспечивает нормальную работу государства. Она более того, можно открытым текстом сегодня говорить, эта система приводит к геноциду латышского народа. Это абсолютно откровенно. По всем сферам. Мы выталкиваем людей, люди уезжают. Мы не можем обеспечить здоровье, и мы не можем обеспечить нормальное образование. Люди уезжают. Люди уезжают. И что в итоге? В итоге очень просто. Латышский народ будет вымирать. То есть, это печальная весть, но это 30 лет независимости, к сожалению, к этому приводит. Да. Вот еще такой вопрос, который я хотел задать. С одной стороны, нам говорят про историю успеха. Видимо, она продолжается, если мы послушаем. И нынешнее правительство, что, в принципе, история успеха продолжается. Осталось только эффективизировать отдельные направления, и будет еще больше история успеха, с одной стороны. С другой стороны, уже многие эксперты, в основном не латвийские, говорят о том, что, видимо, наступает период замедления экономического роста. Но в Германии уже это наблюдается. И это, естественно, на Латвии отразится самым пагодным образом. Как вы считаете, можно ли ожидать в следующем году, через год, все-таки действительно такой рецессии экономической? Ну, дело в том, что кризис, который был в седьмом году и в восьмом году, он не закончился, его пытались все эти десять с лишним лет притушить. Но он прорывается наружу, этот кризис, и все серьезно ожидают в ближайший год, в следующий год, может быть, чуть дольше, резкой проблемы в мировой экономике. Но Латвия, как всегда, идет или впереди планеты всей, или противофазия. У нас другая проблема. У нас проблема заключается в том, что мы испортили настолько отношения с нашим восточным соседом, который нам обеспечивал определенное экономическое развитие, что мы фактически находимся на пороге того, что мы лишимся практически всех транзитных грузов. Да, об этом надо понимать, знать и помнить. Правительство должно понять, наконец, и признать этот факт, что у нас сокращаются объемы перевозки транзитных грузов, и груз из других стран, из Казахстана, из Китая, может быть, с Украины и так далее, он не заместит тот поток груза, который был и из Российской Федерации, и в Российскую Федерацию. И это самое печальное, то есть это затронет у нас всех транспортников, это затронет железную дорогу. И в этих условиях, когда сокращаются перевозки по железной дороге, запланировано два громадных проекта с участием евроденег под названием… Леобалтик. Нет, закупка электропоездов для пассажирских перевозок. И электрификация железной дороги для того, чтобы обеспечить перевозки пассажиров. Я недавно посмотрела статистику. У нас линия перевозки пассажиров критично падает. А сегодня… Нет пассажиров, условно говоря, да? Да, да. То есть пассажиропоток, он сокращается. И теперь рядышком сокращается поток грузов. Спрашивается, зачем мы будем вкладывать деньги в электрификацию железной дороги, в инфраструктуру. Перевозки грузов, если мы их обеспечим, да, осуществляются дизельными поездами. Электричество здесь не нужно. Электричество нужно только для пассажирских перевозок. Зачем нам закупка новых электропоездов за миллионы евро, если у нас количество пассажиров сокращается? То же самое, что в Риге было, да? Мы закупали автобусы, троллейбусы, да, с дизельными двигателями троллейбусы, чтобы мы не могли как-то автобусы ехать и так далее. И при этом неизвестно, куда делся старый подвижной состав, старые троллейбусы. В Эстонии поступили мудрее. Они продолжают ездить на старых троллейбусах. И они, по-моему, у нас даже пытались закупить старые троллейбусы. То есть, господа, может быть, хватит изображать богатых буратин? Пора понять, что мы малая. И пора жить по средствам. Мы малая, нищая страна. И недавно, не знаю, кто тут на днях обсуждал на радио, что зачем мы вступили об ОСЕДИ. ОСЕДИ, да. Это же союз богатых стран. Нам там нечего делать. Нам там нечего делать. Но я не знаю, есть какая-то надежда. Брежит, что все-таки проявится потребность в мозгах у правительства для того, чтобы обеспечить выживание страны. Потому что, если на правительственном уровне будет понято, что сокращение 130-136 тысяч финансированных из госбюджета, это без учителей и врачей, что это слишком много. Что в нашей стране нужно вернуться на уровень или Советского Союза, когда в госуправлении было 18 тысяч. При всей этой бюрократии, да. Да. Или, может быть, даже вернуться к временам Ульманиса, к Первой Республике. Там же была история успеха, реальная история успеха. Там было всего 16 тысяч, включая самоуправление. И работали. И работали, и не было компьютеров, не было. Телефон был в дефиците, печатная машинка была в дефиците. Все вручную. Все, в лучшем случае, телеграф был. Все пересылывалось по почте и так далее. То есть, если мы не поймем этого, ну вот господин Каренович как бы пытается сказать об этом, но у него связаны руки. Вся коалиция пришла, вокруг него сидит, и ей нужна кормушка. Да, и говорят, давайте, наши сферы, давайте наши сферы, да. Да, да. И сферы какой? Ну, в первую очередь финансирование партий. Это безобразие. Это безобразие, потому что, и если даже вы такое решили, это нужно было применять к следующим выборам. Не к 13-му Сейма. Но Сейма у нас 13-й, чертова дюжина. Да, действительно. Короткий звонок успеем, наверное, принять. Надеюсь, будет короткий вопрос, короткий ответ. Добрый вечер, слушаем вас. Хоть один побудительный мотив, господа Зайцева, повод для того, чтобы они сделали то, о чем вы мечтаете, я скажу. Вот на их месте-то у них все лучше и лучше. Но хоть один повод понять то, о чем вы говорите. Но нет у них этого повода. Просто зачем им это делать, если у них все прекраснее? И один эпизод, это будет интересно. Меньшов режиссер выступал про лапотную Россию. Но это Москва слезам не верит. И вот он возмущался плохим состоянием медицины в России. Сказал, что иногда мне приходится неделю-две ждать приема у врача. Вот как это звучит. Вы знаете, по этому поводу я сразу отвечу. Моя знакомая позвонила, ей нужно было записаться к врачу. Здесь? Да. Но ей сказали в феврале, 18 февраля. Она уточнила по телефону. А какого года? Там был аут с той стороны. Ну как же, 20-го? То есть запись, она говорит, в сентябре звонила. Так что все познается в сравнении. Ну, кстати, она недалеко от истинной. Потому что некоторые операции по эндопротезионе, к примеру, записывали ее на 21-й год. И были ситуации такие, ну это уже явно трагические, когда наконец через 5 лет очередь подходила, уже не было этого человека. Да, и они не знают, что его нет. Да. Да, и опять-таки пишут, рассказывают о том, что в детской клинической больнице многие записи пропадают. В частных, в поликлиниках, везде в частных клиниках. Ничего не пропадает? Не пропадает, потому что накануне тебя отзванивают и уточняют. Будешь? Ты будешь или не будешь? Потому что всегда есть желающий, который хочет заскочить, как бы и сегодня. Но по поводу стимула. Понимаете, когда деньги в тумбочке заканчиваются, появляется стимул. Один из стимулов уже есть. Бюджет не выполняется. Выполнение бюджета не такое хорошее, как хотелось бы. И самое плохое выполнение, это в итогах налоговой реформы подоходный налог с предприятия. В этом году было запланировано получение дохода 200 миллионов, пока собрано 20. Вот и весь стимул. Стимул, когда деньги в тумбочке закончатся. А они очень скоро закончатся. Да, Евгения Зайцева у нас была в студии. Не очень оптимистическое окончание эфира, но, по крайней мере, такова реальная ситуация. Спасибо.